Сейчас можем более детально узнать всю информацию о том, что происходит и ситуация, какова на этот момент в Донецкой области. Больше знает наш корреспондент Алена Грамова. Алена, мы всегда рады тебя видеть, хотим услышать от тебя детали, тебе слово. Здравствуйте, коллеги, рада вас приветствовать, нашу аудиторию. Действительно, расскажу о тех громких, скажем так, происшествий за эти минувшие сутки в Донецкой области. У нас главное управление национальной полиции в Донецкой области зафиксировало 30 военных преступлений Российской Федерации. Под огнем у нас находился город Бахмут, город Северс, город Авдеевка, Маренко. Ну и два мощных обстрела вчера произошли в городе Торецке Донецкой области. Сейчас о ней детально расскажу. Мы сегодня побывали на месте событий. В 3 часа дня россияне из, предварительно мы знаем, артиллерии обстреляли жилой район в этом городе. И торговые точки, которые находятся вблизи. Сегодня мы общались с местными жителями и рассказали, что обстрел длился около получаса. И поэтому они все бежали в укрытие. И вот, к сожалению, за эти полчаса все-таки под обстрел россиян попали двое мирных жителей. Хочу сказать, что это такая часть города. Там есть рынок и очень много торговых точек. И вот среди погибших одна женщина, это продавец этой торговой точки. Ну и мужчина, который тоже в этот момент не смог спрятаться. И, к сожалению, люди погибли. Кроме того, 5 человек в этот момент получили ранение. Это было в 3 часа дня, в 19.30 этого же дня. То есть вчера вечером российские войска нанесли ракетный удар по жилому девятиэтажному дому, где в один момент вот обвалилось 3 верхних этажа, и под завалами оказалось коллеги 19 человек. Просто чудом этим людям удалось спастись. Полностью обвалилась лестничная клетка. И поэтому всю ночь спасатели людей доставали из-под завалов, используя специальную технику. Нам сегодня удалось пообщаться и с пострадавшим, и с полицией, которая по-прежнему находится и работает на месте. Поэтому прошу послушать. К счастью, люди получили только несущественное ранение. Одного мужчину доставили в больницу. Также в этом доме находились дети. Так случилось, что все живы. Погибших нет. Полицейские выехали на место происшествия, задокументировали последствия удара. Также в полицию поступает информация о повреждениях других соседних зданий. В них также выбиты окна, повреждены балконы. То есть квартиры тоже очень существенно пострадали. Коллеги, хочу сказать, что за минувшие сутки в Донецкой области погибло 7 мирных жителей. Вот 2 человека в Торецке и трое погибших есть в городе Бахмут. На сегодняшний день это одна из самых горячих точек Донецкой области. Нам удалось вчера заехать и немножко поснимать вновь новые разрушения, которые есть в этом городе. Город каждый день массированно находится под обстрелами российской армии. Мы вчера буквально через час после того, как попадание российского снаряда пришлось в один из мостов в городе Бахмут, побывали на месте. Хочу сказать, что это уже третий, вот вы сейчас видите на этих кадрах, третий разрушенный мост в городе. Он соединял центр города вместе с промышленной частью города. Однако, несмотря на то, что там дальше, в продолжении промышленной части, там все-таки есть еще жилые районы. И вот сейчас люди буквально отрезаны. Даже мы вчера встречали на месте вот этого разрушенного моста волонтеров, которые в этот момент даже не знали, что мост разрушен. Они приехали для того, чтобы переехать через этот мост и, собственно, людям с той стороны, с той части города доставить хлеб, доставить воду. И вот они вчера не смогли проехать. Поэтому такая непростая ситуация на сегодняшний день складывается в Бахмуте. Коллеги, если коротко, у меня все. Мы продолжаем следить и оперативно готовить для вас все свежие новости. Алена, огромная благодарность за твою работу. Мы узнали о деталях того, что происходит сейчас в Донецкой области. Алена Грамова, наш корреспондент, была с нами на связи.